здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот этот вот жилет который я трансформировала в жакет довязала видите уже благодаря зрителям довязала все-таки вот этот ростов уже это не жилет а жакетик такой вот фото на модели будет инстаграме девчонки попозже когда модель у меня приедет в гость вот такой вот жакетик у нас сегодня а я попрошу девчонки я очень 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 попрошу вас посмотреть видео до конца чтобы поднять его рейтинги чтобы немножечко помочь канала все все всем спасибо и приятного в руки вяжем на любой размер я буду объяснять принцип первым делом я вот так вот силуэт нарисую нам нужна одна мерка обхват бедер если это обхват бедер то по сути мы его делим на четыре части и нам нужно это число то есть вот это число 1 4 обхвата бедер либо если у вас допустим есть свитерок который вы хотите нам размер вы измеряете ширину изделия и берете делите ее на два и нужная величина у нас есть то есть половина вот ширины изделия либо обхват либо ширина что касается пряжи я вот взяла такое вот 300 метров 100 грамм и еще ярмар ангора star здесь у меня 500 метров 100 граммах и я буду вязать в два сложения я не буду сильно концентрировать внимание на нитках потому что и на спицах у меня спицы 3 миллиметра то все что я хочу сказать об материале потому что я буду разбираться на принцип вы берете любые спицы любые нитки и вяжите по моим рассказам на все вопросы которые у меня там возникли в первой жилетке которые там писали я постараюсь ответить и максимально подробно все показать в этом видео кому было непонятно первым делом любыми спицами любыми нитками мы набираем 3 петли и вяжем первый ряд лицевыми петлями кромочные я вижу сейчас лицевыми петлями вот провязала первый ряд второй ряд со второго ряда и далее мы в начале ряда снимаем кромочную и из протяжки из нижней как бы вот ниточку поднимаю и одеваю на левую спицу и из нее вывязываем лицевую петлю то есть я добавляю по одной петли вяжу до конца ряда снова поворачивая и снова в начале ряда первую петлю снимаю поднимаю вот эту ниточку между петлями одеваю на левую спицу и из нее вяжу петлю таким вот образом я вяжу далее в каждом ряду я добавляю по одной петле то есть вот начинаем мы из угла здесь мы набрали 3 петли и далее добавляем по одной петле начале каждого ряда я думаю это понятно добавляем пока у нас вот здесь вот эта сторона не будет вот это наше число у каждого она будет свою вот это мир я продолжаю вязать и добавлять в начале каждого ряда по одной петле то есть один ряд одна добавленная петля продолжаем наше вязание смотрим вот он наш треугольник который я добавляла 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 видите вот он и у меня получается длина это боковой части детали 15 сантиметров у вас же девчонки свое число которое вы рассчитали далее вот я хочу показать на готовой детали детали у нас полностью идентичны две детали единственное что потом у нас получится левая правая вот мы их разделим далее вяжем таким вот образом здесь мы вот если приложить этот угол да здесь мы продолжаем добавлять начале ряда вот после кромочной добавляем одну петлю далее мы просто будем все делать одним рядом и добавим и сократим одну петлю сейчас я вам покажу вяжем до конца ряда и изнаночный соответственно второй ряд будем вязать без изменений так довязала я до конца ряда когда у меня остается три петли на спицах я провязываю 2 вместе тем самым сокращая одну петлю и кромочную петлю здесь там где сокращение кромочную петлю я провязываю изнаночной вот то есть вот эта деталь у нас сейчас будет здесь сокращаться по одной петли здесь мы добавляем здесь мы сокращаем ряд у нас вот движется вот таким вот образом таким направлением ряды и здесь я еще буду делать петельки для пуговиц с этой стороны там где добавление сейчас я вижу ряд без изменений так теперь снова первый ряд в котором мы делаем все манипуляции и добавляем еще петлю в каждом шестом ряду петлю снимаю и кромочную снимаю добавляю одну петлю еще одну провязываю лицевой делаю накид и 2 вместе вот это и будет моя дырочка конце ряда провязываю 2 вместе тем самым сокращая одну петлю и кромочная изнаночной петлю вот она видите здесь где боковой шов мощную вяжем изнаночной чтобы получился вот такой вот получилась косичка и второй ряд вижу лицевыми петлями так вот наши 2 вместе и накид мы тоже провязываем лицевой петлей тем самым у нас обратно образовалась дырочка как петля для пуговицы вот вот она наша деталь здесь мы убавляем провязываем по 2 вместе здесь мы добавляем добавляем по одной воздушной петли если брать эту деталь вот она полностью повторяет эту деталь то есть если вы если вы вяжете первую деталь то вы не делаете эти петли вы вяжете просто ровно сик вы не делаем вы их делаете только во втором дубле когда вы вяжете вторую идики смотрим вот я провязала в высоту смотрите делала я дырки чтобы вы хорошо понимали вот это у нас одинаковые детали мы даже лида вот этого момента вот как сейчас если вы вяжете первую деталь которую я уже связала вы ее точно так же вяжите но без дырок я же вяжу вторую уже поэтому я ее сделала с дырками вот эту часть мы вяжем значит мы вяжем ее до того момента когда вот здесь вот у нас длина будет мы измерили и от подмышки длина детали вот она вот эта часть это и это одинаково вот она видите вот этот меньшая сторона страна которая меньше это и есть наша длина от подмышки вниз вот это вот длина то есть и перепроверить мы можем вот отсюда от начала выреза вот если вы примерно видим вырез под вот этими ключичными косточками чуть ниже и до длины вот это и будет вот это наша длина вот она то есть таким образом на этом этапе мы меряем отмеряем длину делаю подрез и закрывают 5 петель вот в этом месте вот здесь вот я закрываю 5 петель я напишу от 5 до 10 петель на подрез либо привычное для вас число петель либо сантиметров которые вы обычно закрываете на подрез я здесь закрываю 5 петель 45 вот он мой подрез он у меня так как это детский размер он у меня два сантиметра я считаю этого вполне достаточно так довязала я и теперь эту часть вязания я пока оставляю в обеих случаях эти вот они мои по сути вот она две одинаковые части 1 без ничего другая можете вязать это я просто пробовала рука вы можете вязать параллельно две детали чтобы вам было удобнее теперь мне нужно начать вязать рука вот эту вот часть видите где добавление я это вязала по 10 петель то есть вы можете если это взрослый сейчас немного информации расскажу вы если это взрослый можно сделать по 12 по 14 петель для детского размера вот 8 8 10 набираем 10 петель сначала завязывая узелок первая петля 2 3 4 5 6 8 9 10 есть даже мих лицевыми петлями эти 10 петель так следующий ряд вяжем лицевыми петлями и теперь в конце ряда я добавляю еще 10 петель то есть в каждом втором ряду я буду добавлять по 10 петель здесь сколько вот видите в каждом втором ряду я добавляю по 10 петель сколько раз вот эта длина от подмышки до длины рукава то есть тут даже сантиметром мерить не нужно вы просто вот вяжите и добираете вот так вот это будет выглядит и добирайте по 10 петель до нужной вам длины рукава вот я сейчас вижу отдельно при этом контролируем чтобы вот эта часть у нас соответствовало нашему подрезу так девчонки вот теперь смотрите видите вот эта часть у меня соответствует этому подрезу то есть теперь мне уже нужно соединять как теперь я вижу целое полотно то есть я буду соединять обе детали петли вот моя последняя петелька больше я ничего не делать него и уже вижу ровно больше я не добавляю здесь все с этой точкой я вижу ровно и вот так вот ровно и полотно вместе с рукавом девчонки сейчас мы его присоединим если вам еще в этом моменте не хватает вот в этой точке вот так вот сейчас мы будем вязать вот таким вот рядами это все полотно так вижу я полочку так вот довязывая до подреза теперь я присоединяю этот рукав и вижу одним полотном до конца ряда и следующий ряд вот видите здесь вот здесь надо обрезать ниточку я ее привяжу вот и вяжу до конца ряда вместе с рукавчиком следующий ряд так смотрите провязала я рукав до подреза еще провязала несколько петель вот у меня здесь получилось 5 но очень важно смотрите что я сделала я отделила 8 петель от начала и то есть наша планка да вот они 8 петель и 28 петель на узор плюс к этим 8 28 на узор число петель на узор вот смотрите сколько у вас там будет должно быть кратно 4 у меня это 228 у вас может быть там 32 3640 но остальные петли которые у вас как бы остаются вы вклиниваете сюда в руках платочную вязку там вот рассчитали свою планку рассчитали узор и остальное подвинули в руках так узор кто не видел первое видео объясняю из первой петли вывязываем 3 2 3 далее 3 вместе лицевой снова из одной петли 33 вместе лицевой и далее то есть чередуем из одной петли вывязываем 3 далее провязываем 3 вместе лицевой до маркера заканчиваем 3 3 вместе лицевой переснимаем маркер до конца ряда вяжем лицевыми петлями это наш изнаночный ряд лицевую провязываем кромочную провязываем лицевой в лицевом ряду провязываем 8 петель до 8 петель включая кромочную у вас может быть другое число в зависимости от того какую планку вы хотите далее петли узора вяжем изнаночными петлями то есть узор мы выполняем с изнанки с лицевой стороны мы провязываем лица изнаночными петлями так довязали до маркера и далее вяжем лицевыми петлями до конца ряда и изнаночный ряд до маркера тоже лицевыми петлями здесь у нас платочная так довязала я с изнанки до узора теперь девчонки весь узор у нас состоит из того что мы меняем местами вот эти петли 3 вместе и из одной петли 3 вот здесь вот четко видно что из одной мы вывязали 3 значит нам их нужно провязать вместе здесь где у нас было три петли вместе мы вывязываем 3 вот и все девчонки вот и весь узор в лицевом ряду он вяжется ли ты изнаночными петлями все вот так вот мы чередуем получаются прекрасные шишечки симпатичные и продолжаем ровно вязать уже рукав если у вас рукав еще не нужной длины еще добавляем по 10 или по 12 петель сколько вы выбрали сколько вы решили если уже нужной длины вяжем ровно до нужного нам размера так еще один момент вам объясню в этом моменте в первом ряду вот где мы выполнили начинаем выполнять узор мы определяем левый левую правую полочку видите правая полочка узор начинаем вязать снизу левую уже полочку мы узор начинаем вязать сверху то есть вот провязали один ряд мы вяжем лицевыми петлями до конца и потом мы начинаем с планки 8 петель и начинаем вязать узор вот 33 из 1 3 вместе и так далее то есть отсюда мы начинаем это получится левая полочка правая полочка мы начинаем снизу узор вязать до полочки и вот таким вот образом у нас получится из двух одинаковых заготовок левая правая полочка все продолжаем теперь вязать вот ровное полотно выполняя по центру этот узор уже ничего не добавляет при надобности если нужно еще добавляйте рукав смотрите вот мы вяжем это ровное полотно и меряем меряем рукав вот сколько нам нужно смотрите я и вот образом подразумеваем что еще здесь рукав у нас расширится да вот приблизительно здесь уже полагайтесь на свою опыт и интуицию и смотрите сколько вы как бы видите рукав каким вы его видите внизу вот такой вот ширины здесь он будет вот такой вот ширины тут уже что касается четких как бы мерок я не дам просто на свою интуицию полагаемся теперь я буду закрывать вот эти вот петли делать этот скос так теперь довязываем рукав отдельно девчонки теперь кто сколько как бы набирал петель столько же нам теперь тут нужно и закрыть начинаем мы с закрытия по 10 петель закрывала и набирала значит здесь я закрываю 10 петель то есть дублирую начало и теперь вижу до того момента как бы у меня вот смотрите я здесь посчитала раз два три 4 5 добавление у меня было по 10 петель это значит что сам рукав у меня 50 петель здесь я закрыла здесь и осталось мне провязать 40 чтобы как бы повторить линию рукава и сороковую петлю я провязываю изнанкой теперь я буду довязывать вот эту часть вывязывая вот этот клинышек для 1 для подреза вот а эту часть и оставляю нетронутой на спицах то есть дать довязываю рукав при этом убавляя по 10 петель вот этот ряд я просто вяжу до конца в следующем убавляю 10 до вязала и вначале следующего ряда вот я снова сейчас закрою 10 движу до конца и так и так далее то есть буду закрывать по 10 петель пока не закончится петли вот видите закончила я рукав на спицах у меня остались только петли вот которые с основной детали вот видите вот то что я рисовала вот это мы вязали ровно закончили руками остались у нас вот эти вот петли открыты и соответственно 2 деталь вы ее вяжете либо первое сначала левую потом правую либо как угодно девчонки как вам удобнее вот такие вот две одинаковые детали но при том симметричные теперь теперь мы будем девчонки все восстанавливать и соединять вот эти две детали вот они для этого нам сначала нужно добрать вот эти петли подреза я беру нить вот так вот складываем правильно чтобы соединить их левую правую и для начала я наберу 6 петель два три 4 5 6 вот теперь я беру эту нить и вяжу лицевыми петлями далее мы снова вяжем все лицевыми петлями узор мы уже не вывязываем все мы уже провязываем все лицевыми петлями так в конце ряда кромочную петлю я переснимаю на правую спицу а эту часть видите нам нужно вернуться вот сюда поэтому я сейчас провяжу дополнительной спицей один ряд наберу тоже 6 петель 2 3 4 5 6 и провяжу ряд сюда чтобы мы могли совместить эти две детали лицевыми петлями уже не выполняя тоже узора я провязываю так довязала я до центра присоединяю к этой части возвращая кромочную петлю которую мы не провязали и провязываю две кромочные вместе эту кромочную из кромочную из этой детали я провязываю вместе эту нить обрезаю не завязываю здесь узелок чтобы ничего у нас не раздвинулась вяжу до конца ряда лицевыми петлями и изнаночный ряд тоже вяжу весь с лицевыми петлями вот вижу до конца и изнаночный ряд провязала я ищусь на ночь так теперь у нас единое полотно увидите это соединенные две части вот я нарисовала новую схему вот они одна часть и вот она вторая часть здесь в этой точке она соединена значит у нас здесь будет вот такая своеобразная линия реглана а вот здесь вот у нас будут боковые части которые у нас будут присоединяться передней части к полочкам навязать мы будем только вот эту среднюю часть для этого значит вяжем лицевыми петлями до центра то сейчас мы двигаемся сюда к центру я подробно объясняю тем кому непонятно было первое видео видео вот этого соединения так довязала я до центрального где я провязывала две петли вместе вот эта петля у нас будет ведущая то есть она будет центральная по центру от нее мы берем одну петлю отсюда одну отсюда и провязываем 3 петли вместе то есть в каждом лицевом ряду вот лицевой ряд мы обозначены у нас вот этим узором мы провязываем по 3 вместе вот в центре вот здесь вот у нас будет 3 3 3 3 все время в лицевом ряду по 3 петли то есть мы сокращаем две петли одну с одной стороны другую другую с другой стороны для того чтобы восполнить эту петлю вернуть ее на место мы будем ее вытягивать в конце добавлять в конце ряда так довязываем до конца ряда и добавляем вот эту вот петлю а петлю мы добавляем таким вот образом здесь мы будем соединять с деталью полочки вот она и петлю мы будем вывязывать из кромочной петли вот он наш подрез и 1 кромочная из нее мы вывязываем петлю то здесь мы добавили здесь мы убрали здесь добавили вяжем изнаночный ряд лицевыми петлями до конца вот теперь я провязала изнаночный ряд до конца и доставать петлю я буду вернее присоединять петлю я буду опять же из полочки из другой вот видите она моя кромочная петля я ее достаю отсюда то есть далее мы вяжем лицевой ряд вот так вот выглядит наша деталь вот она видите то есть мы вяжем вот эту часть здесь мы делаем три вместе провязываем здесь добавляем и здесь добавляем в лицевом ряду из кромочной здесь добавляем в изнаночном ряду из кромочным этим тем самым мы соединяем наши полочки вот сейчас нарисуют это полочки и отсюда мы добавляем одну вот так вот нарисую я думаю вам будет понятно что из полочки мы вытаскиваем одну петлю точно также здесь то есть то что мы сокращаем по центру провязывая 3 вместе мы добавляем из этих кромочных петель и вяжем пока полочка у нас не закончится вот видите девчонки дошла я до концов полочек нет это все мои вязание вот это что я вязала присоединяла полочки вот таким вот образом я дошла до вот этих краю здесь темат образом шло вязание теперь нам нужно закрыть вот эти вот эту вот часть то вот этот треугольник для этого мы вот эти сокращения по 3 петли продолжаем делать по центру и вот здесь вот после кромочной теперь мы уже ничего не присоединяем мы будем вязать по 2 вместе то есть никаких добавлений у нас не будет у нас будет будут только убавление что вот эти два треугольника сошлись вот в этой точке для этого мы после кромочной вяжем 2 вместе здесь уже мы будем делать все в лицевом ряду вот она кромочная провязываем 2 вместе и вяжем до центра там где у нас идет сокращение по 3 петли вот центр вяжем 3 петли вместе точно так же как мы и вязали продолжается вот это наша линия рекламная своеобразная и вяжем до конца ряда вот в конце когда остается 3 петли мы провязываем 2 вместе и последнюю кромочную лицевой чтобы у нас получился вот этот зубчатый край изнаночный ряд мы провязываем без изменения и в следующем лицевом мы снова делаем эти сокращения в трех местах то есть в каждом лицевом ряду мы сокращаем по 4 петли 2 здесь и по одной с краешку а вязание у нас вот передвигается вот таким вот образом к центру вот эти мои хорошие как какая у меня случилась катастрофа у меня закончились вот эта вторая нить которая пушистая и я заканчиваю 1 потому что я не могу себе позволить долго ждать пока я докуплю еще один моток чтобы это все доделать потом я все распущу и переделаем и сейчас я вам хочу просто показать до конца тем что у меня тем что у меня есть вот видите я довязала до центра здесь вот видно уголочек уже одной голубой нитью я доделываем в конце просто вот видите здесь остается три последние три вместе и кромочная или знаешь нам ряду я просто эти три вместе вот так вот провязываем вместе сейчас она все утром улица здесь видите я здесь привязывала нитки все вот эти хвостики продеваем прячем затягиваем далее что мы делаем мы сшиваем рука вот здесь вот у нас конечно не получается можно было бы заморочиться и сделать все без шов но но слишком уж это запутано значит сшиваем рукав вот он видите я здесь хочу просто показать чтобы долго не задерживать складываем лицевой стороной его внутри рука сшиваем его и потом пришиваем вот этот подрез вот так вот раскладываем и сшиваем вот эту дырку и вот таким вот образом у нас выглядит рука вот видите здесь уже сшит пришиваем пуговицы у меня это опять бусины и снова нужно заканчивается девчонки и теперь внимание теперь мы сделаем вот росток для этого что я буду делать вкладываю кофточку как она должна быть и вот здесь вот я наберу петли и буду вязать для начала набираю петли смотрите у меня здесь я набрала 13 петель здесь я беру вот из центра одну петлю вытаскиваю где вот это как бы реглан своеобразный у меня был так и теперь отсюда тоже я достаю 13 петель чтобы было одинаково 13 теперь такие как мы изнаночный ряд мы просто вяжем лицевыми вязать будем по тому же принципу что мы здесь вязали закроем вот этот вот уголочек кстати за этот способ спасибо огромная подписчица мне теперь в лицевом ряду делаем то же самое после крово что мы делали там внизу после кромочной провязываем 2 вместе вяжем до центра в центре провязываем 3 вместе вот она центральная петля вот она ведущая это центральная провязываем 3 вместе и в конце ряда вяжем до конца 2 вместе и кромочная лицевой изнаночный ряд без изменений следующем лицевом ряду делаем тоже самое здесь хорошо видно что мы вот этот уголок добрали петли до и то же самое сделали что и здесь только в меньшей форме точно такой же треугольничек мы здесь провязали видите и тем самым закрыли сделали росток то есть задняя половиночка у нас прекрасно закрыта видите теперь я просто продену эту оставшуюся нить сюда и мы нашли решение кто искал его ищут жилета вот она так что то мои хорошие вот он наш жакетик видите вот так вот он выглядит симпатично на модели покажу обязательно в инстаграме подписывайтесь она еще не приехала приедет обязательно сфотографирую вот рукав должен быть фонарь ну а на этом все я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока